слава иисусу христу слава нашему спасителю господу приветствую всех с кривого рога братья сестры доброе утро слава богу слава господу нашему сегодня привет с кирова до пётр брат пишет здесь привет всем святым вятки слава богу вот и приветствую всех кто подключается сейчас кто подключился благословляю всех во имя господне во имя иисуса христа благословляю готовлюсь тоже причастию сегодня тоже евхаристии размышляю рассуждаю о теле крови христа рассуждаю о спасении благодарю бога за жизнь вечную за дар его вечной жизни во христе иисусе господи нашим слава богу вот и а вчера был здесь в кривом роге на служение служение было в одной из церквей города кривого рога входящих в объединение называется дом хлеба объединение название самой церкви где бы вчера знамя любви мне так нравится название очень хорошее знамя любви потому что да действительно знамя христа это знамя любви знамя божье это знамя любви и в песне песней помните там говорится и его знамя любовь аллилуйя спасибо тебе господь спасибо аллилуйя так что друзья доброе утро всем вот и сегодня здесь тоже в кривом роге служу в одном из реп центров до сегодня и завтра сегодня в одном реп центре завтра в другом получается реп центре вот так мне объяснили мое расписание слава богу и а затем вот сейчас я тоже молюсь сегодня об этом и вчера молился сегодня молюсь будет семинар здесь в кривом роге религиозный культизм о свободе от религиозного культизма шалом дети любви аминь аминь дети любви и вот буду как раз доносить людям здесь кривом роге на семинаре именно об истории религиозного культизма как это все пришло в жизнь вот да и ну а путях буду говорить избавление освобождение от этого вот и конечно не только буду говорить об этом но и действовать потому что планирую также молиться прямо на семинаре каждый из трех вечеров здесь семинара в кривом роге молиться об освобождении людей от религиозной всякого там зависимости религиозной зависимости от оккультизма шалом сережу привет из тулы аллилуйя привет всем святым привет всем домашним слава богу приветствую супругу свою драгоценную инну сергеевну наших детишек внуков котов всех приветствую слава богу вот и вчера на служение тоже говорил а еще перед собранием перед служением вчера воскресном общались там но в офисе церковном значит и там пили кофе общались вот и я сказал что у нас шестеро детей вот двое внуков уже внук и внучка и говорю у нас три кота три кота три хвоста вот и там на счета матушка там жена пастора сказала бы да ягод значит значит понимаю что три кота это 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 мощь мощь вот что это очень серьезно вот и слава богу за всех из-за людей за готова всех вот за жизнь вчера как раз я свидетельствовал об этом вчера свидетельствовал действительно о том что есть иисус есть жизнь путь истина и жизнь написано да вот он сказал сам путь истины и жизнь вот и каждый каждый раз совершая вот причастие евхаристия тоже я как раз размышляю над этим именно говорю о жизни сам себе напоминаю о жизни а даре вечной жизни во христе иисусе господи нашим роман пишет а шалом доброго ранку и хороших дня благословить господних аллилуйя вчера мы молились эти на служение тоже молились выборах вчера были выборы украине вот и граждане украины и в самой украине и за пределами я участвовали выборах вот будет я так понял второй тур до объявили уже будет второй тур вот и кто бы не стал президентом самое главное что вот те дары божьи в украине сейчас которые будут благодать пусть она изливается дальше и дальше и пусть вот действительно вот этот дар божий дар свободы в украине не затухнет никогда пусть действительно народе всегда будет вот это вот божественная искра свободы потому что если в человеке потухает искра свободы то это уже уже не человек уже деградированная личность уже на практике это уже человек уже становится уже хуже животного потому что великий божий дар человеку это свобода и без этого дара лишён этого внутри человек дара он деградирует как личность он превращается в существо очень страшное вот и великий дар свободы и когда бог создал человека то он одарил его многими дарами конечно но самый величайший дар это все богословы признают и еврейские христианские и христианские богословы разных конфессий православные протестантские католические разные 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 я с этим солидарен с этим утверждением потому что действительно это такое общее понимание общечеловеческое понимание людей вот изучающих писание это же изучая писание уже до порядка 40 лет уже изучая писание библию священописание и вижу что действительно это так по крайней мере вот от бытия до откровения вот именно вот эта центральная тема такая идет именно свобода вот и вот скоро будет пасха уже сегодня 1 апреля у нас по гражданскому я имею ввиду календарю значит и в библейском исчислении заканчивается последние деньки уже месяца адар вот если допустим следующую ночь будет уже тоже будет ясная погода то вы увидите маленький такой маленький серп уже луна уже убывает уже месяц уже маленький совсем вот и все заканчивается месяц адар уже вот и уже в эту субботу предстоящий нам шаббат будет уже первое число уже нового месяца уже новомесячие уже будет зарождаться новый серп уже 1 новый месяц новомесячие уже месяца пасхального месяца который библии называется так двояка с одной ну даже трояка с одной строго называется авив авив предстоящий месяц нам этот этот месяц адар вот и у нас родилась внучка в этом месяце адаре вот и я в первый же день первые часы йора после рождения молился за нее вот и нарек ей имя адар а второе имя адаса адар адаса вот и дети назвали ее алина то есть не получается 3 а адар адаса но обычно в русском г гадаса но там не г русская там скорее украинская в русском нет вот этого есть просто г г но в украинском есть еще вот это вот г с такой с такой загигулиной такой насчет и очень мягко вот и но в еврейском как допустим в сравнении с русским украинский более мягкий язык да вот в некоторых выражениях вообще очень мягкий так вот по сравнению с украинским еврейский еще более некоторые звуки еще более мягче и вот поэтому буквально адаса она даже пишется чаще всего еврейских источников просто с буква а адаса потому что она неуловима почти она почти непроизносима чуть-чуть это улавливается даже еще мягче чем украинская вот адаса поэтому и назвали ее адар адаса вот и она еще названа детьми алина вот получается тройное имя и все на а адар адаса алина вот благоставляю тебя девочка благоставляю всех во имя господне благоставляю зятя своего михаила спасибо всем огромное за молитвы кто молился да вот за моего зятя вот служителя божьего вот и за нашу старшую дочь настю михаил и настя благоставляю вас благоставляю антона старшего да значит вашего ребенка нашего первого внука вот во имя господа иисуса христа вот и сегодняшним утром тоже принимая причастие рассуждая о теле крови да об этом таинстве я благоставляю наши семьи благоставляю нашу семью благоставляю всех вас подключающихся к этому к этим трансляциям ваши дома родных и ближних потому что бог не хочет только нас спасти он хочет спасти всех вокруг нас вообще он хочет чтобы все люди спаслись и достигли познания истины ибо един бог и один посредник между богом и человеками человек христос иисус предавший себя для искупления всех именно не просто некоторых а всех именно всех аллилуйя спасибо тебе Господь благословен Госсподь благоставляю 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 и пою это благословение обычно в конце я но щас хочу спеть и его у это благословение перед причастием еще благословение священников и Благоставляю сегодня этим благословением священников всех вас, дорогие друзья, ваши семьи, родных и ближних. Благоставляю Украину, все страны бывшего союза и все страны мира. Благоставляю Израиль, благоставляю возрожденное еврейское государство, благоставляю Иерусалим, столицу Израиля. Благоставляю во имя Иисуса Христа еврейский народ, благоставляю все народы нашей и страдавшейся планеты во имя Господне. Этим утром обновляется милость Господня. Аллилуйя, спасибо тебе Господь. От страны восходящего солнца до страны заходящего солнца. Благоставляю во имя Господне. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Благословит тебя. Благословит тебя. И ни в коем другом нет спасения, дамы и господа. Братья и сестры, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. Слава Господу Христу. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Господь, за все. За это доброе утро, за милость и благодать Твои, Господь. Слава Тебе. Благодарю Тебя, Боже Всемогущий, и за Евхаристию сегодняшнюю, за это хлебопреломление, причастие тела и крови. Аллилуйя. Рассуждаем о теле и крови Христа. У меня здесь вот еще лаваш, армянский лаваш. Вот, я как раз эти дни использую его для причастия, хлебопреломлений. Вот, у меня есть сок. Я приготовил все для, вот как раз, Евхаристии, причастия, хлебопреломления. Приготовил, но самое главное приготовление, это приготовление сердца нашего, приготовление души нашей, приготовление ума нашего. Благодарю Тебя, Господь, за это приготовление. Благодарю Тебя за чудо спасения Твоего. Ибо так Ты возлюбил мир, что отдал Сына Своего, Единородного Своего. Иисуса Христа, праведника, чтобы всякий верующий в Тебя не погиб, но имел жизнь вечную. Жизнь вечную. Жизнь вечную. Бесконечную. Счастливую. Пресчастливую. Спасибо Тебе, Господь. Благодарю Тебя. Благодарю Тебя, мой Бог и Царь. Благодарю Тебя, всемилостивый Государь. Благодарю Тебя, Бог богов, Господь господствующих. Рассуждая о теле и крови Твоих, я благодарен Тебе за великое избавление, великое спасение, возрождение, восстановление. Благодарю Тебя, ведь я знаю из Слова Твоего, что возмездие за грех – это смерть, а мы согрешили все. И решены славы Божьей. Нет праведного ни одного. Боже, отпали, отступили от Тебя, осуетились в умствованиях своих и омрачили сердца человеческие, несмысленные. Боже, помилуй. И Ты помиловал, Господь, и Ты помиловал две тысячи лет назад, Господь, весь род людской, помиловал всех нас, отдав любовь на крест, отдав свою жизнь на крест, на Голгофа, отдав, Господь, самого себя. Свою кровушку за нас пролив, доказав однажды и навсегда всем-всем-всем свою любовь. Благодарю Тебя, Господь, за жизнь вечную. Благодарю Тебя за спасение Твое. Благодарю Тебя за то, что благодатью мы спасены. И это не от нас, это Твой святой Божий дар. Чтобы никто не хвалился, чтобы никто, никто никогда не смог даже похвалиться. Боже, заработанным спасением, заработанным искуплением, заработанным исцелением, освобождением, да и что угодно вообще. Боже, потому что действительно мы принимаем это как дар Твоей любви. Спасибо Тебе, Господь, спасибо Тебе, Царь Вселенной. Совершим сегодня, Боже, пред Твоим лицом эту Евхаристию. Совершим сегодня, Господь, Боже, благостави нас в этом. Благостави, Господь, весь народ свой. Благостави всех, кто подключился. Благостави, Господь, кто сейчас участвует в этом хлебопреломлении, причастии. Во имя Иисуса. Аминь. Братья, возьмите себе хлеба. Не важно, какого хлеба. Просто возьмите хлебушка. Возьмите, налейте себе соку. Если нет сока, то просто возьмите, налейте воды. У меня еще сок есть такой. Я пользуюсь здесь. Яблочный, гранатовый написано. Ну, я вот как бы его использую. Мне здесь на квартире поселили. И вот здесь дали мне купили такой сок. Вот. Нет, я его использую для причастия. Благодарю Бога за все. Вот. Но когда нет возможности даже сока там, я беру просто, не знаю, ну, что угодно. Вот чаще всего просто воду беру. Вот. И потому что причастие Евхаристия совершается не просто нашим ртом. То, что входит в нас, оно не может нас осквернить, ни тем более осветить, знаете ли. А то, что исходит из нас, это либо оскверняет нас, либо освящает нас. И самое великое, что освящает нас, человеков, это наше рассуждение о теле и крови Господа Иисуса Христа. Поэтому причастие, оно не только вот такое контактное, да, можно выразиться. Вот. Вот есть и бесконтактное, будем так вот, наше причастие. Это умное причастие, когда размышляем мы о теле и крови Христа, это может быть даже совершенно без ничего. Просто вот ты едешь в троллейбусе, в автобусе, в маршрутке, едешь в поезде, летишь в самолете, идешь просто по парку прогуливаешься. Или в толпе людей, на работу спешишь, в метро, где угодно, абсолютно где угодно. Вот, в доме, будучи один, или же в цеху, где даже рядом кричат, люди друг друга не слышат друг друга. Вот, где шум страшный, или где тишина, полная тишина возле озера. Где бы ни было бы, совершается причастие, Евхаристия, хлебоприловление, здесь совершается и здесь совершается. Размышление о теле и крови Христа, о голгофских страданиях Машеха, о его смерти и воскресении, о победе его, о искуплении его. Вот это великое чудо из чудес. Вот. Но когда есть возможность совершать и вот такое контактное причастие, да, то я совершаю его. Иногда просто сухарики, вода, иногда вот так сок и лаваш, допустим. Если принимаем причастие в церкви, у себя или в гостях, где-то в нашей конфессии или в другой, там, динаминации, конфессии, организации, то, конечно, принимаем так, как у них принято или как у нас принято. Вот. Если, ну, в чужой монастырь со своим уставом не приходят, тем более есть общественный какой-то, там, порядок определенный, церковный, организационный порядок, там, определенный, да, конфессиональный, юрисдикции, там, определенный порядок. Вот. Где-то пресный хлеб, ну, как бы, мы чаще всего пресный хлеб использовали, мацу. Вот. Где-то квасный, где-то вино, красное, где-то белое вино, где-то вообще нет вина, просто сок виноградный, допустим. Вот. Где как принято. Где-то моют ноги перед причастием, прямо во время служения, где-то не моют. Да, где-то, ну, есть столько разных пониманий. Где-то перед причастием даже постятся, допустим. Вот. Вот. В традиционной православной церкви принято перед причастием вообще попоститься даже. Вот. И, там, день, два, три, там, допустим. Или во время поста. Вот вообще эти дни в традиционном православии у нас-то в церкви нет такого. А вот в нашей реформаторской, уже не канонической, настоящей живой церкви православной нет у нас такого. А в традиционном православии сейчас так называемый Великий пост у них идет сейчас. Великий пост, то есть они постятся и от мяса, от молока, от яиц воздерживаются и прочее. Я тоже когда-то был традиционным православным, я знаю о чем говорю, я тоже когда-то воздерживался от этих вещей на счет определенных дней, тоже соблюдал эти посты многодневные, ну такие монашеские уставы такие, ну они такие реально полумонашеские, а-ля монашеские уставы. Пережиток средневековья сохранился еще в церкви, в традиционной православной церкви. Вот у католиков он частично сохранился, частично они это уже пережили, уже изжили, вот. Ну они стараются там перед причастием там хотя бы несколько часов там, значит, попаститься. А вообще, согласно Писанию, я не нахожу даже, будем так говорить, никакого устава, даже одной минуты перед причастием поста, я не вижу в Библии. Наоборот, Иисус делал первое причастие, первую Евхаристию свою, вот это, на последнем пасхальном седоре, получается, Ветхого Завета и уже первым, уже Нового Завета, он совершил это после вечери. Да, была пасхальная вечер, они ели Пасху, раньше, чем весь остальной Израиль, конечно, они это сделали, может зря, может нет. Ну, Иисус так повелел, вот, значит, и тем более они были на короткой ноге с одной из сект, иудаизма тогдашнего, вот, и есея, вот, которые тоже совершали, как раз, именно пораньше Пасху. И вот, как бы, как раз вот Иисуса, когда спросили ученики, где нам приготовить Пасху, Он сказал, вот, пойдете в город, и вот вам такое будет знамение, вы увидите мужчину, несущего воду. Ну, в то время это было невозможно, увидеть в городе мужчину, несущего воду, это в селе каком-то, ну, это засмеяли бы. Ну, не то, что засмеяли бы, даже еще хуже, отлучили бы от синагоги, и все, значит, хотя по торе это не грех, но считалось это грехом, считалось это в устной торе, так называемой, считалось это грехом в преданиях человеческих. Вот, и это осуждалось, действие, поэтому мужчина, еврей, никогда воду не носил, это считалось чисто женским таким делом. Ну, частично это было в разных народах других, может быть, не так это было, как бы, так, как в Израиле. В Израиле это имело силу даже религиозного закона, вот, религиозных правил. А у нас тоже обычно, вот, там, вот, в украинской песне, да, Несе галя воду, кора мысла гнеться, за ней иванкой, як барвинок вьется. Вот, то есть он, значит, он не то, чтобы помог бы девушке нести воду той гале, а тут як барвинок вьется, то есть он, он и не думает помогать. Вот, значит, и, в общем-то, это было тоже и в России, и в Украине, там, в других странах. Обычно женщины таскали воду всегда, и в Африке нас таскают воду сейчас, и все. Но просто в Израиле это было, это имело силу религиозной, именно, установки будем так говорить. Вот, и еврей, который таскал бы воду, просто-напросто он подверг себе не о смеянии, как-то в других народах, я ошибся вначале, сказав так, а именно религиозным прещением, отлучением от синагоги, и, в общем-то, ну, был бы изгоем, вот, вместе с изгоями, вот. Но ученики, ну, поверили Иисусу. Иисус их удивлял и раньше всякими такими вещами. Кто нам говорил, закинь удочку, там, достанешь рыбку, из нее достанешь, там, монетку. Как раз будет, значит, будет налог за себя и за меня отдашь сразу. Вот, и закинул удочку, точно, на самом деле, рыбка. Достал, монетка, на самом деле, надо же, интересно. Значит, и заплатил за себя. То есть, как бы, они уже всякое видели, их, как бы, уже не удивишь, наверное. Но даже здесь, наверное, не удивились. Потому что, ну, они всякое видели, но такого еще точно не видели. Заходят в город, ну, ладно, где это знамение? И вдруг точно, о, идет мужик, несет воду. Вот это да! Я представляю их физиономию, так, грубо говоря, мягко выражаясь. Я представляю их вытянувшиеся лица, отвисшие челюсти, как говорят, да. Вот это да! Они обомлели, но решили проследить за этим странным человеком. Проследили, вот, и, да, нашли этот дом, вот, решили поговорить с хозяином. И сказали, что учитель говорит, где приготовит нам Пасху. И их ждал второй стресс, не меньший. А уже все приготовлено. Как? Весь Израиль только-только собирается еще приготовляться, а там уже приготовлено? Да! Он показал им горницу, уже устанную, приготовленную. И то, и другое. Оба этих эпизода, и мужчина, несущий воду, и уже заранее приготовленная горница, показывает, что это была конспиративная сектанская квартира. Сектанская, ну, в хорошем смысле слова. Сейчас обычно секты воспринимается слово негативно, с таким окрасом. Чаще всего звучит в русском особенной языке, это звучит как проклятие даже. Секты, сектанство, да. Вот, ну, в принципе, как бы, уже, как бы, что есть, то есть. Бывают слова, они изначально, допустим, имеют, ну, одно значение, да, а с течением, там, столетий слово остается, допустим, тоже, а значение уже, ну, совсем другое бывает. Вот. Ну, так, со многими словами, не буду там называть, там, примеров больше, чем достаточно. Десятки примеров на слуху даже. Вот, и вот здесь тоже самое. А секта, вообще, изначально, это направление, это, как бы, вероучение, это, вот, отдельно, там, школа, школа какая-то, допустим, направление, школа. Вот, и вот эта школа Иесеев, направление Иесеев, одна из сект, вот, ну, одна из самых малочисленных течений, одной из самых малочисленных течений иудаизма, которая нарушала часто предписания человеческие, показывая, что они являются ничем, устная, так называемая тора, устная тора, так называемая, чаще всего является противоречием, значит, именно Божьему слову, Божьему откровению. Ну, такие, как бы, еврейские протестанты были такие. Вот, и Иисус часто поступал так, как Иесеи поступали. То там, значит, ученики его демонстративно, там, они же не наелись бы с этого, но демонстративно срывают колосси и перетирают их, зерна берут. То есть, как бы, с этого много не наешься, но шум будет, ой-ой-ой, там ткни, там столько будет всего, гнили вытечь всякой. Вот, и, в общем-то, да, вот, и многие другие вещи. Иисус демонстративно делал многие вещи. Вот, и там, на той квартире Иесейской, получается, да, Иешуа, Иисус совершил последнюю Пасху, последний пасхальный ужин Ветхого Завета и уже первый ужин Нового Завета. И вот после вечера он поднял чашу, которую до него никто никогда не осмеливался поднимать. Она всегда наливалась, но всегда оставалась на пасхальном столе, на трапезе той пасхальной, как напоминание о грядущем Машиахе. Во времена второго храма эту пятую чашу называли чашей-бокалом Машиаха, что сам Христос должен эту чашу поднять и свое королевство, царство свое объявить открытым. Вот, во времена уже таламудического иудаизма и современного иудаизма, начиная с раннего средневековья, эту чашу называют уже не чашей Машиаха, а чашей Ильяху, чашей Ильи Пророка. Но идея та же, что Илья, мол, зайдет в одну из семей, этот бокал поднимет пятый, и царство Машиаха провозгласит, царство Христа провозгласит, новое царство, государство, уже непоколебимое, вечное. Вот, и самое интересное, Иешуа, Иисус, он взял этот пятый бокал, после вечера, уже когда было все съедено, выпито, они съели целое животное, то есть они там не в посте были перед причастием, да, там, неделю там или столько, не-не-не. Они поели как раз целое животное, ну, там было много голодных мужчин, тринадцать, ну, Иисус, двенадцать апостолов обычно так рисует, но в реальности было, конечно, больше намного, вот, может, не только что намного, но больше было людей. Хозяин дома, безусловно, он не мог там проигнорировать этот цедр, вот, значит, и по правилам тогдашнего иудаизма, и по правилам Иесеев даже, вот, он должен был там присутствовать, потом тот мужчина, что нес воду, все, кто были в его доме, то есть достаточно большая компания мужчин, и они были голодные, и они съели этого, будем так говорить, это животное. Много мяса было, не как сейчас обычно, пасхальный цедр в традиционном иудаизме, больше как символ, там, встаешь с этого цедра с легким чувством голода, знаете ли, а там ели хорошо от души, надо было все доедать, ничего не оставлять, вот, по уставу-то, пасхи мы читаем из Библии. Вот, и после вечера, да, Иисус поднял этот пятый бокал, тост и ошарашил просто всех, просто удивил. Здесь сцена была удивительной. Обычно рисуют на иконах, на этих фильмах показывают, на картинах. Сцена такая, да, таинственная, удивительная, но, я думаю, в реальности было еще гораздо более удивительной. Я думаю, многие эти люди просто были настолько, такая революция в их разуме совершалась. Тайный вечер, если я изображаю ее, то я изображаю себя вот таким образом, воображаю себя таким образом, вытянувшиеся лица от удивления, отвисшие челюсти, обомлевшие люди, потому что здесь Машиах снимает все маски, все карты раскрывает перед ними. Он показывает, что Он есть Христос, Сын Бога Живого. Он говорит, сия чаши есть, новый завет в моей крови. То есть, самим актом поднятия этой чаши, этого провозглашения тоста, этого пятого уже, Он показывает, что Он есть этот король королевич. Он есть этот царь царевич. Он есть этот великий государь. Он есть Машиах. Мой президент Машиах. Мой царь Машиах. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Царь Вселенной. Благодарю тебя за все. Благодарю тебя, Господь. Поэтому налейте себе воды, возьмите себе хлеба и совершите сегодня со мной это причастие, рассуждая о теле и крови Христа. Во имя Иисуса. Даже если у вас нет ни вина, ни сока, ничего, говорю, просто налейте воды. Бог может даже простую воду благоставить так, что это будет самое лучшее вино. Настолько лучше, что все дегустаторы мира скажут, этого не может быть. Это просто что-то с чем-то. Ягненка еще не ели на той вечере. Господь умер на кресте, когда ягненка закалывали. Да, ягненка закалывали в традиционном иудаизме, в других направлениях классического иудаизма. Но иесеи делали это раньше. Иесеи делали пасхальный седр, проводили раньше. Поэтому я и рассказывал, то, что Вы что-то сказал, что Иисус, Он держался сектой иесеев. И в своем вероучении, начиная с Нагорной проповеди, заканчивая вот той тайной вечерей, Он держался учения иесеев, практиковал практику иесеев. И многие вещи Он делал чисто иесейские. Вот, того направления иудаизма. Вот, и они совершали Пасху, значит, не с 14 на 15 Ниссана, а пораньше совершали. А почему иесеи так совершали? Они считали, что они сыны света, значит, а весь остальной иудаизм, они считали детьми уже тьмы, отступниками. Вот, и поэтому совершали и закалание Агнца, и, значит, самостоятельно. Поэтому их официальный иудаизм признавал даже очень опасной сектой. И потому, чаще всего, они жили вне городов. В городах были лишь отдельные конспиративные квартиры ихние. Значит, но, значит, они жили чаще всего отдельными общинами, вне городов. Вот, археологи находят поселение иесеев, допустим, вот, возле Мертвого моря, в Иудейской пустыне. Вот, поэтому, да, да, а вообще, да, в исполнении писаний, библейских писаний, да, действительно, значит, закалание Агнца произошло позже. Вот, но Иисус совершил именно вот это, именно причастие Евхаристия, и пасхабий седр совершил раньше, чем, ну, будем так говорить, весь остальной иудаизм, тогдашний, ну, процентов 99 евреев в мире, будем так говорить, может, и 9 десятых даже, того времени, они, конечно, совершали гораздо позже Пасху. Вот, но Иисус вместе с иесеями, и со своими учениками, частично с зелотами, совершали раньше этот пасхальный ужин, раньше, чем весь остальной Израиль, до 14-го Ниссана, однозначно. Как минимум за день, как минимум за день, а бывало, что и за два дня. То есть, есть разные мнения даже, вот, по поводу, значит, иесейских вот этих собраний, пиршеств. Вот, обычно, вот, мы пасхальную ночь проводим всегда с 14-го на 15-го Ниссана, да, вот, они проводили обычно на ночь раньше, с 13-го на 14-го Ниссана. Вот, то есть, в ночь, получается, начало 14-го Ниссана уже, собственно. Ну, это тоже по Писанию, в общем-то. Вот, 14-го Ниссана, полнолуние. Только при наступлении, не при завершении 14-го Ниссана, а при наступлении 14-го Ниссана. А то, бывало, и есть мнение, что и 13-го Ниссана, накануне, то есть, вообще даже накануне празднования ПСХ. Вот, но сейчас наша Пасха Христос, и поэтому мы не будем ждать полнолуния следующего месяца, чтобы совершить Евхаристию. Евхаристию, мы совершаем ее 2000 лет ежедневно уже, ежедневно, потому что Господь с нами, Машиах с нами, во все дни, до скончания века, до скончания века. Аллилуйя! Спасибо тебе, Господь! И его царство, государство, его королевство, оно вечно. Основанием этого королевства, этого царства, является сам Машиах, его кровь святая, его тело, ломимое на кресте, оно стало основанием, величайшим основанием. Аллилуйя! Спасибо тебе, Господь! Спасибо тебе! Благословен Царь наш! Благословен Господь! Ты сказал, эта чаша есть новый завет в твоей крови, которая проливается за всех нас. Спасибо тебе, Господь! Спасибо, наш президент Машиах! Наш Господь Иисус Христос! Машиах Иешуа! Аллилуйя! За Голгофу, за кровь, Я тебя благодарю За воскресенье Твое, За победу Твою, За жизнь вечную, Бесконечную, Жизнь счастливую, Благодарю Тебя, Отец, Мой Бог, мой Царь, Благодарю Тебя, Иисус Христос, Спаситель Господь мой, Благодарю О Дух Святой, Драгоценный Утешитель мой, Ты всегда со мной, За все я благодарю, Я Тебя, мой Бог, люблю, Я Тебя, Господь, люблю, И за все, за все благодарю, Спасибо Тебе, Господь, Благодарю Тебя за хлеб, Сошедший с небес, За хлеб из земли, Благодарю Тебя за хлеб наш насущный, А наипаче за хлеб, Сошедший с небес, За Иешуа Машиаха, За Иисуса Христа, Агнца Твоего, Благодарю Тебя, Господь, За кровь святую, Нового Завета, Кровь, которой искуплены мы От суетной жизни, Благодарю Тебя, Иисус Господь И пастор мой, Аминь, Ниночка, Аминь, 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 Тело Христово примите, Братья, сестры, Источника бессмертного вкусите, Аминь, 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 А Аминь Спасибо Возвещаю смерть Твоей Господь Такой ли Ты придешь Да Возвещаю Возвещаю Сегодня вот и через интернет Возвещаю Смерть Господня И говорю Господь Возвращайся, приходи Гляди Господи Иисусе За жизнь Жизнь с избытком Сам Иисус Христос Иешуа Машиах Жизнь и жизнь с избытком Аминь Аллилуйя 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 Мой президент Машиах Мой Господь Христос Иисус Спасибо Тебе Господь Спасибо Благодарю Тебя Благодарю Тебя за все Благодарю Тебя Господь Благодарю Благодарю Под небом голубым Есть город золотой С прозрачными воротами И яркою звездой А в городе том сад Все травы Да цветы Гуляют там животные Невиданной красы Одно как рыжий Огнегривый лев Другое вол Исполненный очей С ними золотой Орел небесный Чей так светил взор Незабываемый А в небе голубом Горит одна звезда Она твоя Она твоя О ангел мой Она твоя Всегда Кто любит Тот любил Кто светел Тот и свят Пускай ведет Звезда Тебя Дорогой В дивный сад Тебя там Встретит Огнегривый Лев Из синего Исполненный Очей С ними Золотой Орел Небесный Чей так Светил взор Незабываемый Над небом Голубым Есть город Золотой С прозрачными Воротами И яркою Звездой А в городе Томсад Все травы И да цветы Гуляют там Животные Невиданной Красы Спасибо Тебе Господь Спасибо Тебе Господь Благодарю Тебя За Твой дивный сад Благодарю Тебя Господь Боже За Твой град Сияющий Вышний Иерусалим Благодарю Тебя За животных Прекрасных Невиданной Красы Боже Льва Синего Вала Исполненного Очей Боже Благодарю Тебя Господь Всемогущий Я верю Боже Этот город Вредет Новый Иерусалим Спасибо Тебе Господь Спасибо Спасибо И пусть Звезда Божия Ведет нас В этот Град Этот свет Этой звезды Это сам Машиах Иешуа Спасибо Тебе Господь Спасибо 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 Тебе Господь Спасибо Благодарю Тебя Благодарю Тебя Господь За все За это причастие Евхаристия Хлебопреломления Благодарю Тебя Господь За жизнь Вечную Спасибо Тебе Господь Спасибо Аминь Аллилуйя Тебя Там Встретит Огнегривый Лев И Синий Вол Исполненный Очей С ними Золотой Орел Небесный Чей Так Светил Взор Незабываемый Аллилуйя 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 Спасибо Тебе Господь Спасибо Спасибо